Мы рады вас приветствовать Дома вы, они ушли куда-то И просим вас немедленно оставить все дела Радионяня сегодня к вам пришла Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем труля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Всем ребятам, всем троллятам Было веселей Здравствуйте, дорогие ребята Здравствуйте, мои милые друзья Поздравляем вас с Новым годом Желаем вам крепкого здоровья И счастья Поздравьте, пожалуйста, ребята Ваших родителей, бабушек, дедушек Передайте им от радионяни Самые теплые пожелания в Новом году Ребята, честно говоря, настроение у нас такое праздничное Новогоднее, что даже как-то трудно говорить И не надо говорить, надо петь Во всех домах на всей планете Сегодня с самого утра Друг другу взрослые и дети Желают счастья и добра Примите, друзья, наш привет новогодний Вам радионяня желает сегодня Отличных отметок по школьным предметам И чтоб без подсказок, конечно, при этом Желаем стать чуть-чуть смелее Тому, кто раньше был не смел Желаем стать повеселее Тем, кто смеяться не умел Примите, друзья, наш привет новогодний Вам радионяня желает сегодня Здоровья покрепче на долгие годы И верных друзей И хорошей погоды Примите, друзья, наш привет новогодний Вам радионяня желает сегодня Побольше друзей и товарищей новых Ох, чуть не забыли Каникул веселых Вот за что я люблю Новый год Ну, во-первых, за елку А во-вторых, конечно, за новогодние подарки А я люблю Новый год за каникулы Каникулы это лучший подарок Что хочу, то и делаю с этим подарком Захочу во дворе погуляю Захочу дома посижу А захочу опять погуляю Опять дома посижу А если очень захочу То вообще ничего делать не буду Дома погуляю и во дворе посижу Абсолютно неправильно Так каникулы не проводят Каникулы Это ответственнейший период Между второй и третьей четвертью Это переломный момент Между первым и вторым полугодием Это время, когда особенно нельзя прыгать С пятого на десятое Почему с пятого? Каникулы же не с пятого начинаются А раньше Это я образно говорю А если говорить прямо То каникулы для того и придуманы Чтобы мы могли повторить Все, что мы узнали за первое полугодие И подготовить в своей голове пустое место Для второго полугодия Да? Да А кто ж тогда в каникулы будет отдыхать? Как кто? Учителя будут отдыхать от нас с тобой Друзья мои Новый год только что наступил А вы уже спорите Я в своей жизни пережил столько каникул Что мне кажется, я могу вам кое-что посоветовать Прежде всего, во время каникул Надо хорошо отдохнуть и набраться сил Для этого необходимо чаще бывать на свежем воздухе Кататься на коньках Ходить на лыжах Правильно Для этого надо больше сидеть у телевизора Там тебе и лыжи, и коньки, и футбол Ну как же мы с тобой можем зимой играть в футбол, ну? Ну мы не можем, а другие играют По телевизору все можно Даже купаться в Черном море А свежий воздух? О, свежего воздуха! Сколько хочешь, можно увидеть И лес показывает, и горы Ах, друзья мои Если вы не понимаете, как надо проводить каникулы То я вам приведу пример того Как не надо их проводить Настроение веселое Не иду сегодня в школу я После долгого труда Хорошо, хорошо Отдыхается всегда Что скрывать в день по три елки Я охотно посещал Но, признаюсь, книги толком Ни одной не прочитал Настроение веселое Не иду сегодня в школу я После долгого труда Хорошо, хорошо Отдыхается всегда Был одиннадцать раз в цирке Сорок восемь раз в кино Заканикулы съел Триста тридцать пачек Из кимо Настроение веселое Не иду сегодня в школу я После долгого труда Хорошо, хорошо Отдыхается всегда Я устал Я устал Хотел все бросить Слишком много было дел За каникулы На восемь килограммов Похудел Настроение веселое Не иду Сегодня в школу я После долгого труда После долгого труда Да Когда я был мальчишкой Об этом рассказывает сегодня Писатель Владимир Поляков Я очень хорошо помню Новогоднюю елку Когда мне было шесть лет У нас в доме Была такая традиция Когда впервые Зажигали елку Появлялся Самый настоящий Дед Мороз С большой белой бородой В тулупе В валенках И приносил В холщовом мешке Подарки Позднее я узнал Что это был Папин брат Дядя Володя С приклеенной Ватной бородой Но я долго верил Что это настоящий Дед Мороз Который обходит Все квартиры В которых живут Хорошие дети И с нетерпением Ждал этого дня И вот однажды Если память не изменяет Мне Это было в 1915 году То есть 57 лет назад На лестнице Раздался звонок Мама открыла дверь И в квартиру Вошел Дед Мороз У него были Почему-то Особенно Румяные щеки И алые губы Наверное С Мороза А где наш малыш Спросил Дед Мороз Почему-то Женским голосом Я принесла ему Подарочек Сказал он То есть принес И тут У Деда Мороза Отвалилась борода И он оказался Очень похож На мамину сестру Тетю Лизу Мне это Показалось Подозрительным И я ничего не понял Но моя мама Все объяснила У Деда Мороза Очень много дел Он не успевает Ко всем ребятам И потому Прислал сегодня За себя Снегурочку Здравствуй, Снегурочка Как здоровье Как здоровье Меня в свои объятия И начала меня Зацеловывать В губы Я очень не любил Таких поцелуев И сразу понял Что или Снегурочка Училась целоваться У тети Лизы Или это вообще Тетя Лиза Проведите, дяденька Ну проведите, дяденька Я не могу Как? Вы же Леонид Данил Чейдлин? Ну и что? Как что? Вы же режиссер Спектакля-сказка О четырех близнецах Да, а вы кто? Мы? Мы радио-няня Радио-няня Это другое дело Так бы сразу и сказали Пойдем, только тихо Спектакль уже начался Остаюсь На год одна Ожиданиями полна Мне четыре близнеца Будут сниться Без конца Кто принесет мне счастье Как бы узнать скорей Чье золотое запястье Окажется тяжелее Наступил разлук и час Как же буду я без вас Неужели целый год Будет в тучах Наступил разлук и час Наступил разлук и час Наступил разлук и час Кто принесет мне счастье Как бы узнать скорей Чье золотое запястье Окажется тяжелее Вы знаете, что это за спектакль? Это сказка о четырех близнецах Написал ее болгарский писатель Панча Панчев Песни в этом спектакле написали поэт Юрий Энтин И композитор Алексей Рыбников Случилось так, что в одной болгарской деревеньке Жили четыре близнеца До того схожих, что даже отец Не мог их различить Близнецы были молодые, красивые Им было по 17 лет И девушка жила в этой деревеньке Бонка Надо вам сказать, что девушка Это тоже очень красивая, озорная, веселая Она прекрасно поет, танцует Впрочем, все прекрасно танцуют Потому что в спектакле-то им помог Балетмейстер Леонид Таубе И вот зашел у близнецов спор Кто же станет мужем Бонки И придумано было им испытание Отправить их в странствие на год Было решено, что они должны принести Бонке В подарок золотое запястье И вот чье золотое запястье Окажется самым тяжелым Тот Бонк в жены и возьмет И вот наступило утро Когда близнецы должны уйти в странствие И Бонка бежит через всю деревню Рано утром за околицу Чтобы проститься с близнецами По дороге ей встречаются домашние животные Она с ними разговаривает, прыгает Через забор, через канаву Собирает цветы О, как прекрасно сегодня заря О, как прекрасно сегодня заря Доброе утро Я всем говорю Рю-рю-рю-рю Уточки мне подпевают кря-кря Уточки мне подпевают кря-кря А поросяна, конечно, хрю-хрю Кря-кря Хрю-хрю Хрю-хрю Кря-кря Кря-кря Хрю-кря О, я ж спешу! Радую я неизвестно чему Радую я неизвестно чему Уж так, наверное, угодно Судьбе-бе-бе-бе Мне подпевают коровы-му-му Мне подпевают коровы-му-му Ну, а бараны, конечно, бе-бе Му-му Бе-бе Бе-бе Му-му Бе-бе Му-му Бе-бе О, я ж спешу! Бе-бе Му-му Хрю-хрю 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 Му-му Раз цветочек Раз цветочек Три цветочек Четыре цветочек Ме-бе Хрю-хрю Крю-хрю Му-му 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 Эти песни, ребята, пела для вас артистка Ирина Муравьева Она играет роль Бонки А что дальше происходит с Бонкой и ее друзьями, вы узнаете, когда посмотрите наш спектакль Медаль за улыбку Итак, 72-й год уже прошел, но письма, в которых ребята называют кандидатов на медаль за улыбку, продолжают поступать Ребята предлагают наградить писателей, артистов, учителей, врачей и даже радионяню Это приятно И что же они пишут? Стихи Почитай Радионяне все передачи слушаем мы регулярно всегда Ее передачи смешны и удачны, медаль и улыбка достойна она И пусть этот приз будет няне за дружбу, за наши улыбки, за помощь, за смех За нянин наказ, чтобы учились мы лучше, за все передачи, за новый успех Марина, Ира, Лариса, город Куйбышев Спасибо, Марина, Ира и Лариса из города Куйбышева Радионяне будет стараться Стараться? А медаль? Ну что ж, радионяне сама себе будет медаль давать Нет, при чем здесь радионяня? Ведь медаль дает не она, а ребята И потом они еще не всех кандидатов назвали, вот читай Давай Как только Евгений Леонов появляется на экране, я оживляюсь Он, наверное, просто создан для улыбки Наградите его медалью Люда Архипова, город Иваново А вот смотри, никто так не улыбает меня и моих товарищей, как он Даже когда сержусь на кого-то, как вспомню его, сразу зло проходит И я улыбаюсь весело Вот какой артист Леонов И приписка Я тоже Евгений, только Иванов Живу в Ленинграде Ну что ж, ребята, предоставим микрофон народному артисту республики Евгению Павловичу Леонову Дорогие ребята, прежде всего мне хочется сказать вам большое спасибо За те письма, которые вы мне прислали Очень хорошие, тёплые письма И мне хочется ещё, пользуясь нашей встречей Поздравить вас с Новым годом Пожелать вам счастья Пожелать вам успехов в учёбе, радостей Я думаю, что это естественно, когда актёр встречается со своими друзьями Ему хоть немножко хочется рассказать и о своём труде, о своём искусстве Но я просто несколько слов позволю себе сказать о том Как у меня всё в жизни началось Как я пришёл в искусство Как я стал артистом Когда-то давно Я тогда учился Или в третьем, или в четвёртом классе По московским школам ходил режиссёр Он снимал тогда картину Черемыш, брат героя И этот режиссёр Среди московских школьников Разыскивал самого толстого Самого неуклюжего Мальчишку Таким самым толстым Самым неуклюжим мальчишкой В нашем классе Оказался я И мне кажется, что Не только В школе, в классе Но даже и в семье-то Никто меня всерьёз не стал воспринимать Все меня называли артистом И вот именно тогда я и понял Что ничего путного из меня в жизни Кроме как актёра Не получится Я, конечно, шучу Но что бы со мной ни было Я про себя твёрдо знал Просто был убеждён Что рано или поздно Я кончу тем, что стану актёром И вот уже 25 лет работаю в искусстве Всё-таки мне кажется, что Больше меня помнят по смешным ролям А среди смешных ролей Почему-то всем кажется, что полосатый рейс Особенно ребятам Кажется, что полосатый рейс Самая моя удачная и хорошая картина Ну, я думаю, что это только от того Что это комедия полосатый рейс Необычная картина Картина построена вся на трюках На столкновении людей И всяческого там в этом фильме зверя И вы, наверное, ребят, очень радуетесь Потому что вы себе смотрели эту картину По 10 раз, по 5, по 6, по 7 Радуетесь, что нас, актёров, тигры Просто не успели сожрать И вы каждый раз идёте снова смотреть картину В надежде, что этого не произойдёт Но сниматься нам было в этом фильме Очень страшно и тяжело Много всяких было приключений Во время съёмок этого фильма Я помню, как меня однажды Уговаривали сняться в ванной Вы не представляете, как я перепугался Меня в эту ванную посадили А ванная стояла в большой клетке Там за прутьями клетки стояли люди с бронзбойтами Им было не очень страшно Они на меня вылили три ведра жидкого мыла Заставили какую-то песенку петь Выпустили тигра и стали ждать Сожрёт он меня или не сожрёт Ну, конечно, когда он сзади пыхтел Тигр, я был под этим мылом просто синий от страха Эту песенку пел непонятно на какой мотив Мне бы хотелось вам что-нибудь сыграть Ну, может быть, это будет не так интересно Лучше я напомню вам одну из своих ролей И спою песенку, хотя у меня не очень хороший слух Но всё равно, я лучше спою вам песенку Винни-Пуха Если я чешу в затылке, не беда В голове моей опилки, да-да-да Но хотя там и опилки, но кричалки и в опилке А также шумелки, пыхтелки и запилки Сочиняю я неплохо иногда Да Хорошо живёт на свете Винни-Пух Оттого поёт он эти песни вслух И неважно, чем он занят, если он худеть не станет А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться Начинаем весёлый урок Какой урок? Какой урок? Сегодня же каникул Ну, значит, урока не будет, будем танцевать С таким предложением к вам, ребята, обращается журналист Марк Разовский Я недавно был на ёлке со своей дочкой Машей Получил огромное удовольствие Ребята так весело пели и танцевали, что мне стало завидно И захотелось самому попрыгать вокруг зелёной красавицы Но я почему-то смутился и в свои 35,5 лет не сумел войти в круг И вот я пришёл домой, сел за стол Почувствовал себя ребёнком И придумал новый танец, который мне захотелось танцевать Целый день я сидел один в комнате И хлопал, топал И у меня получился вот этот новый танец, который так и называется Просто хлопай-топай Как его танцуют, вы, конечно, не знаете И я не знаю Танцуйте его как хотите Одно условие Во-первых, надо хлопать Во-вторых, надо топать Ну и, конечно, делать всё это под музыку Кстати, я показал свои слова композитору Борису Савельеву И он придумал ритм и мелодию этого нового танца И теперь мне хочется, чтобы все дети его танцевали А может быть, не только дети, но и взрослые Которые на минутку могут себя почувствовать детьми И вот мы принесли этот совершенно новый танец Танец хлопай-топай в передачу Радио Няня И теперь его, скажу по секрету, уже танцуют и редактор этой передачи Елена Лебедева И режиссёр Надежда Киселёва И радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов Очень хорошо хлопает и топает в этом танце Ну и, конечно, ведущие передачи Александр Лившиц и Александр Левенбук Лучше танца хлопай-топай Ничего на свете нет Только хлопай, только топай Лишь бы выдержал паркет Эх! Раз и ещё раз Целый класс спустился в пляс Хлопай-топай Топай-хлопай Нет, ребят, счастливей нас Мы танцуем хлопай-топай Утром, днём и вечером Лучший танец хлопай-топай Когда делать нечего Эх! Раз и ещё раз Целый класс спустился в пляс Хлопай-топай Топай-хлопай Нет, ребят, счастливей нас Ну вот Итак, хлопайте и топайте, ребята Танец очень простой Танцуйте его когда угодно и где угодно Дома, в школе, на улице, на стадионе В купе поезда Вдвоём, втроём, вчетвером, вдесятером Можно даже сидя на стуле Только не на уроке А на перемене Пожалуйста Лучше танца хлопай-топай Ничего на свете нет Только хлопай, только топай Лишь бы выдержал паркет Эх! Раз, ещё раз Целый класс спустился в пляс Хлопай-топай 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 Нет, ребят, счастливей нас Мы танцуем Хлопай-топай Утром, днём и вечером Лучший танец Хлопай-топай Когда делать нечего Эх! Раз, ещё раз Целый класс спустился в пляс Хлопай-топай Топай-топай Топай-топай Нет, ребят, счастливей нас За учняня и диреков Стали с нами танцевать За такое поведение Можно им поставить Эх! Эх! Раз, ещё раз Целый класс спустился в пляс Хлопай-топай Топай-топай Топай-топай Нет, ребят, счастливей нас Кем бы ни был Ты отличник И совсем наоборот Разучите Танец этот И танцуйте Целый год Эх! Раз, ещё раз Целый класс спустился в пляс Хлопай-топай Топай-топай Нет, ребят, счастливей нас Ла-лай-топай Ла-лай-топай Раз, ещё раз Целый класс спустился в пляс Хлопай-топай Топай-топай Нет, ребят, счастливей нас Дорогие ребята, радионяня прощается с вами И желает вам веселых каникул Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно А как добиться этого, пока что неизвестно Быть может, вы подскажете, как верные друзья Ведь это только в школе подсказывать нельзя Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей